Автопарковка между Ледовым дворцом и Дворцом водных видов спорта на один день стала большой демонстрационной площадкой технических возможностей частей Брестского гарнизона. Массивные машины в одно мгновение захватили внимание гостей разного возраста, но больше всего школьников. Кто-то из них, как кадеты средней школы номер 35, уже определились с выбором будущей профессии. Поэтому сейчас для этих ребят все, что связано с военным делом, интересно вдвойне. Я в будущем хочу выбрать профессию военного, и выставка вообще поражает своей мощью, так сказать. Я очень горд за свою страну, что у нас такая сильная армия. Вообще все поразило, нет такого ничего отдельного, все очень красиво, все очень мощно, сильно, по-мужски, так сказать. Представители ДСАФ также стали участниками большой выставки. И это оправдано, ведь именно в организационной структуре делают свои первые шаги будущие защитники Отечества и серьезные спортсмены. В наличии большая учебно-тренировочная база, стрелковый тир, учебные курсы по судомоделированию, картингу, водно-моторному спорту. ДСАФ представлен секциями водно-моторного спорта, картингового спорта, судомодельный спорт, стрелковая подготовка и скоростная радиотелеграфия. ДСАФ активно принимает участие во всех военно-патриотических мероприятиях в городе Бресте. Единственная структура, которая бесплатно проводит тренировки по всем военно-техническим, военно-прикладным видам спорта. И сегодня мы выставились для того, чтобы привлечь молодежь, для того, чтобы они занимались спортом. От техники учебной к реальному боевому оружию и комплексам. Особой популярностью среди школьников пользовалась выставка стрелкового оружия. Желающие сфотографироваться буквально выстраивались в очередь. Но все же в центре внимания и детей, и взрослых оказались современные боевые комплексы и машины, чьи характеристики и мощь действительно удивляют. Данная машина базируется на шасси МАЗ-543, очень хорошо проходимая, 525 лошадиных сил, 75 километров, максимальная дальность полета ракеты. Выставка проходила всего несколько часов, однако за это время ее зрителями и гостями стали сотни брещан. Новый формат знакомства был успешно опробован и, возможно, будет использоваться и дальше, в преддверии знаковых дат и важных мероприятий. Продолжение следует...